Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие продолжает знакомство с микроскопом Лейка ТСС-СП5. И мы с вами поговорим о резонансном сканере, о белом лазере в качестве источника возбуждающего света и о дополнительном новом для нас варианте сканирования, когда мы сможем с вами изменять именно длину волны возбуждения для наших флорохромов. Ну, давайте вернемся к картинке нашего конфокального микроскопа, к его внутренней схеме. И, как я уже говорил, если вы посмотреть внизу под номером 13, здесь установлено два комплекта зеркал, которые могут сканировать у нас теперь по X, то есть быстро. И если мы переключимся на второе зеркало, оно может очень быстро двигаться за счет того, что его можно вести в резонанс, поэтому этот сканер будет называться резонансным. Для чего он нужен? Ну, прежде всего, для работы с большими скоростями, если вы работаете, например, с какими-то быстро протекающими процессами или с живыми организмами. Для того, чтобы включить наш микроскоп в резонансном режиме, нужно вот здесь при запуске поставить галочку. К сожалению, в программе распечения от фирмы Leica это можно сделать только при выходе из этого программы распечения и повторном запуске с отметкой этой галочки. Вот звук, который вы сейчас можете услышать, такой высокочастотный писк, это, собственно говоря, работа этого резонансного сканера 8 кГц. Столик мы с вами двигать теперь не будем, здесь откажем нет, потому что у нас препарат уже установлен. И попробуем настроить наш микроскоп для того же самого препарата для трех каналов. Но, как видите, первое отличие, у нас с вами уже есть некоторый зум, мы не можем без этого зума работать в резонансном режиме. Давайте загрузим сохраненные нами предыдущие параметры, там у нас два канала было уже настроено в прошлой практике. И нам нужно будет добавить еще один канал красный, что мы сейчас с вами и сделаем. Возьмем значение, которое мы на прошлом занятии в режиме сканирования по лямбда получили. Субтитры создавал DimaTorzok Проверим в живом режиме. Как видите, здесь возможно только 8000 Гц, другой варианта нет по скорости сканирования. Ну и, как видите, сканирование это очень быстро. Если сейчас двигать препарат, то это практически живое видео. В отличие от сканирования гальваническим сканером, которое было в лучшем случае где-то 2-3 кадра в секунду. В зависимости от того, какую скорость сканирования мы с вами ставили. Так как изображение очень шумное, здесь на самом деле мы собираем уже практически отдельные фотоны. И для того, чтобы избавиться от этого ближнего ли фотонного шума, нам придется использовать усреднение. Либо по строкам, либо по кадрам. Вот изображение, которое мы получаем. Давайте попробуем увеличить с вами. Для начала усреднение по строкам. В живом режиме мы это не увидим. А если мы теперь нажмем Capture Image, вот картинка, которая получилась. Как видите, она менее шумная, более пригодная для использования. Ну и, естественно, при этом мы немножечко теряем скорость. Потому что нам придется усреднять несколько линий, либо несколько кадров. Берем более-менее подходящие параметры. Сделаем то же самое для второго и третьего канала. Здесь у нас еще есть проходящий свет. Он пересвечен. Нам его нужно будет тоже сейчас поправить. Давайте это тоже сделаем. Так, у меня включен дифференционно-отрясационный контраст. Поэтому картинка выглядит таким образом. Для флуоресценции здесь с яркостью все хорошо. А вот, конечно, с шумом нам придется добавлять некоторое количество усреднение. Это гибридный детектор. Поэтому вот это вот зеленое, то, что мы видим, то, что ноль, это действительно ноль. Здесь смещение настраивать не нужно. Только усиление, яркость лазера. Ну вот, мы с вами получили достаточно неплохое уже изображение. Попробуем еще чуть-чуть. Вот. Наверное, на этом мы с вами остановимся. Последний канал красный. Там, если помните, у нас достаточно плохо флуоресцируют наши клетки. Поэтому нам придется, наверное, кроме усреднения, сделать еще так называемое накопление. Для начала поменяем цвет на красный. Посмотрим, как это видно в живом виде. Как видите, сигнала очень-очень-очень мало. И получается очень шумная картинка. Даже если мы полностью увеличим лазер. Поэтому давайте тогда менять и усреднение. И на самом деле, так как сигнала мало, наверное, можно поставить накопление. Когда два кадра подряд не усредняются, и их значения просто складываются. Давайте сделаем вот даже три кадра, наверное. Посмотрим, как получается. Видите, картинка стала сильно ярче. Ну, правда, при этом и фон у нас получается ненулевого значения. Но это мы сможем потом уже при постобработке убрать. Давайте теперь делаем еще несколько кадров. Например, 10 усреднения. Ну, вот картинка уже, в принципе, неплохая. То есть мы с вами сделали три накопления. У нас три картинки складываются. И потом 10 кадров таких мы усредняем. Но все равно это получается сильно быстрее, чем если бы мы это делали с гальваническим сканером. Отметим теперь зону по Z, по глубине препарата, который мы хотим просканировать. Посмотрим на втором канале. Потому что ядра, это, конечно, хорошо. Сами все клетки посмотреть подходят. Да. Верхняя граница хорошо. Сейчас нижнюю границу посмотрим. Тоже нормально. И можем запустить с вами сканирование. Поставим, сколько нам срезов нужно, толщину. Мы ее можем высчитать, зная числовую апертуру объектива, длину волны, а также пинхолл. Возьмем такое количество срезов, чтобы при этом не было потери информации. То есть в два раза больше, чем толщина реального оптического среза. И начнем с сканированием. Обратите внимание, насколько быстро будет просканирован весь наш аппарат. Тремя каналами. Последовательно. Запято сканировалось. 488-я лекция проходящая свет сканируется. Ну и последний красный канал. У нас достаточно слабый сигнал. Большим накоплением. Милли не всего. Как видите, за 43 секунды мы получили такую картинку. Стэк по Z в трех каналах. Давайте чуть-чуть подправим картинки, так чтобы фон у нас было убрать. Особенно это для красного канала. Так как здесь у нас было еще накопление, кроме усреднения. И вот картинка, которую мы с вами получили. Конечно, разрешение на 512 на 512 точек. Но смотрите, сколько мы с вами смогли информации собрать за короткое время. Ну и вот с проходящим светом, как это выглядит вместе. Иногда нам есть необходимость протестировать наш конфокальный микроскоп. Особенно если мы работаем с вами с колокализацией. Когда нужно доказать, что какие-то структуры, покрасанные разным красителем, действительно находятся в одном и том же месте нашего препарата. Ну и кроме этого, иногда имеет смысл проверить настройку микроскопа в плане отсутствия или наличия сферической аберрации и каких-то других проблем. Как помните, сферическую аберрацию мы можем очень легко сами в микроскоп привнести. Роматическую мы можем тоже привнести, если будем использовать, например, неправильно покровное масло или неправильную температуру. Или среду, в которой заключен препарат. И, конечно, нужен способ это проверять. Таким способом являются вот такие маленькие микросферки размером меньше, чем разрешение нашего микроскопа. Ну, в данном случае это 100 нанометров, покрашенные сразу же несколькими флуоресцентными красителями. Таким образом, мы можем снять эти микросферы с использованием нескольких каналов и посмотреть, так как эта микросфера одна и та же, совмещаются у нас картинки или нет. Если у нас картинки совмещаются, если микросферки круглые и функция рассеяния точки у нас выглядят симметрично относительно самой узкой ее части, то у нас микроскоп настроен правильно, у нас нету ни сферической, ни хроматической аберрации. Давайте попробуем такие микросферки с вами снять. Каналы у нас с вами уже настроены, поэтому можем просто запустить сканирование. Давайте сделаем теперь общую картинку и пройдемся по Z. Как видите, вот в центре микросферки достаточно неплохо совмещены. Давайте попробуем в трехмерном варианте на это посмотреть. Как сверху, так и давайте попробуем сбоку посмотреть, чтобы увидеть функцию рассеяния точки по Z. Как-нибудь так. Видите, все цвета достаточно неплохо накладываются. Хотя для синего света, синего канала, соответственно, ультрафиолетового возбуждения, есть вот такой хвостик, который говорит о том, что этот канал у нас имеет, особенно учитывая, что это несимметрично, небольшую сферическую аберрацию. Вот точка, которая снята на хороших настройках, когда у нас нет ни сферической, ни хроматической аберрации. Точно в центре нашего поля зрения мы ее снимали, к тому же. И здесь внизу представлены графики яркости для отмеченного наверху желтым участка. Видите, они все совпадают. Все примерно одинаковую форму имеют. Синий чуть-чуть слегка, конечно, смещен, на мой взгляд. То есть, нужно было бы, конечно, что-то посмотреть, поправить. Но, в общем и целом, неплохо. Давайте посмотрим случай не очень хороший, когда у нас что-то пошло не так. Вот как это может выглядеть. На верхней картинке, для того, чтобы было наглядно, я убрал зеленый канал, оставил только красный и синий, чтобы было наиболее хорошо видна эта разница. И линия, которая здесь проведена, вдоль нее построена как раз вот такая гистограмма яркости. И, как вы видите, синяя часть здесь значительно, почти на полмикрона ушла в сторону от красной и зеленой. Ну, это еще полбеды, если мы теперь снимем эти же шарики в этих же условиях по Z. Помните, у нас есть сканирование, которое позволяет нам сканировать еще и со стороны. Ну, вот картинка, которую мы с вами увидим. Как видите, здесь еще проблема с функцией рассеяния точки. Для синего света она очень несимметрична. Практически ничего внизу нету после пересечения. И наверху вот такой хвост. Соответственно, для синего света здесь такая хорошая, получается, сферическая аберрация. И, конечно, если мы будем работать при таких условиях с колокализацией меток в наших клетках, то нам нужно будет учитывать такое смещение семи каналов в сторону и вверх. Ну, а по идее, лучше всего устранить проблему, которая это вызывает, правильно настроить наш микроскоп, чтобы можно было работать с этими тремя каналами одновременно и чтобы они проецировались в одну и ту же точку. Есть еще один такой тестовый объект. Это вот такие же тоже микросферки, но уже побольше. Они где-то в районе 6 микрон средних размер. И в них два флорохрома нанесены немножечко по-разному. Например, зеленым флорохромом покрашена вся сверка целиком, а красный флорохром нанесен только на внешней ее поверхности. И при правильно настроенном микроскопе мы должны увидеть вот эти вот польца красного вокруг зеленой точечки. Давайте снимем теперь такие картинки. Посмотрим, как это будет выглядеть. Точки уже достаточно крупные. 6 микрон, это не 100 нанометров, поэтому так выглядит уже достаточно большой. Ну и давайте посмотрим на результат. Здесь каждый канал отдельный, есть сложение каналов. Практически все цвета у нас совпадают. Давайте опять же настроим так, чтобы у нас было меньшее количество фона и могли увидеть. Вот видите, в красном канале здесь такое кольцо получается. В зеленом канале, сейчас тоже подправим, чтобы у нас фона не было. Здесь только в центре окраска. Ну, синий канал, я думаю, что нам имеет смысл убрать. Он не очень информативен. Смотреть только на два канала. Вот, как видите, действительно зеленый центр. Дальше желтый и красный. Это периферия этой микросферки, этого шарика. Понятно, что разрешение микроскопа будет зависеть от пинхола. Давайте снимем этот же шарик при этих же установках. При пинхоле равном, скажем, 0.33 диска ARI. Нам придется, естественно, яркость подправить, что мы с вами сделали. Увеличить яркость лазеров или увеличить усиление на детекторах. Чтобы получить сопоставимую по яркости картинку. Ну, и теперь их отснять. И на отснятых картинках мы теперь можем увидеть различия в разрешении для такой картинки в зависимости от диаметра пинхола. Так как шарик кругленький и достаточно объемный, 6 микрон. Средний препарат гистологический у нас с вами 7 микрон где-то. То вот этот рост разрешения, который мы с вами видим, где-то в 1,4 раза. Он связан с двумя, на самом деле, вещами. Первое, действительно, по XY разрешение немножечко улучшается. А второе, наш оптический срез при уменьшении пинхола становится тоньше. И как раз вот это изменение по Z разрешения гораздо более сильное. И за счет этого мы, действительно, если будем смотреть через центр нашей сферки, увидим вот картинку, как показано наверху. Видите, яркое зеленое кольцо, очень небольшой кусочек желтого и дальше красное наполнение внутри. И графики, которые здесь проведены справа, яркости для каждого канала, это подтверждают. Внизу, там, где у нас пинхол был равен единице, действительно, есть некоторый провал яркости в зеленом канале. Но посмотрите на красный канал, на общую форму. И действительно, потому что у нас срез оптически более толстый, в принципе, мы их гораздо хуже можем различать. Ну, а также обратите внимание на то, что нижняя картинка, так как мы света собираем гораздо больше, конечно, гораздо менее шумная, чем верхняя. Поэтому, как всегда, здесь компромисс. Либо вы получаете шумную картинку, или вам нужно очень большое накопление делать, но с чуть-чуть лучшим разрешением, если пинхол будете делать меньше одного дискоэрии. Но зато, соответственно, у вас будет чуть побольше разрешение. Либо вы делаете стандартный пинхол равный единице одному дискоэрии. Конечно, разрешение у вас немножко, ну, как видите, не сильно хуже, но зато гораздо больше света вы собираете. И это, конечно, решение вашего зависимости от задач и от препарата, с которым вы работаете. Давайте посмотрим наш второй конфокальный микроскоп, на котором гораздо больше уже внешних элементов навешано. Как видите, здесь сам по себе микроскоп практически остался тот же самый. Конирующая голова выглядит точно так же. Но добавляется небольшой блок для работы со сверхразрешением, со стед. Добавляется часть, необходимая для работы инфракрасного импульсного лазера для двухфотонного возбуждения. Здесь можно более подробно это увидеть. Это блок питания и охлаждения из зеленых лазеров, который питает уже ту часть, которая непосредственно преобразует в инфракрасный лазер. Дальше блок, который меняет яркость этого лазера и может его включать-выключать. И блок питания к нему сверху. Трубка, которая скранирует этот луч, чтобы случайно его не попасть. Трубка с воздухом, которая теперь идет уже в нашу сканирующую головку. Так как этот микроскоп также предназначен и для работы с двухфотонным режимом, а как вы помните, в случае этого режима у нас светится только одна единственная точка на препарате, то в принципе нам нет необходимости в пенхол диафрагму при работе именно в двухфотонном режиме. Поэтому мы можем поставить два фотоумножителя сразу же за объективом, и тогда любой собранный свет в данном случае будет светом от этой единственной точки. После этого мы можем поставить, например, дихроничное зеркало, чтобы можно было разделить этот свет на два канала, если у нас различается спектр испускания, и собирать их таким образом отдельно. Вот то, что я сейчас показываю, маленькая коробочка. Это как раз детектор для, так называемый, несканируемый детектор для работы в двухфотонном режиме. Кроме этого, для некоторых специальных методов исследования, где нам нужно работать действительно с единичными фотонами, как то флюоресцентная корреляционная спектроскопия, как то флюоресценция времени жизни или времени задухания флюоресценции, если сказать более грамотно, то здесь за сканирующей головкой есть вот такой вот кусочек, где находится, как видите, опять же, кубик из нескольких дихроничных зеркал, который позволяет теперь свет нашего флюорохрома вывести на внешние детекторы. Можем разделить по длине волны свет, и вот два световода, идущие из этой коробочки, будут идти к фотоумножителям, которые покажу чуть дальше. Коробочки, которые позволяют работать с режимом STET, здесь подходит оранжевый лазер истощающий, вот его световод. Ну и давайте посмотрим теперь на лавинные фотодиоды, которые позволяют работать с этим маленьким количеством света, регистрировать практически отдельные фотоны, вот они стоят. Кроме этого, на этом микроскопе также установлен так называемый белый лазер, и мы можем теперь достаточно свободно, где-то от 470 нанометров, он уже достаточно старый, поэтому не всегда работает хорошо на краях диапазона, до 650 нанометров, выбирать длины волн для возбуждения флорохрома. Выше здесь находится оборудование, которое позволяет нам регистрировать время между освещением импульсным лазером, то есть импульсом света, возбуждающего, который пришел на наш флорохром, и временем, которое прошло с момента испускания нашего флорохрома. То есть мы можем теперь посмотреть вот эти короткие промежутки времени между получением фотона, нахождением в возбужденном состоянии и испусканием каком-нибудь. Для разных флорохромов это время различается. А также мы можем работать в режиме флорисцентной корреляционной спектроскопии. То, что касается пульта управления, программа обеспечения, оно аналогично предыдущему микроскопу. Добавлено только еще два монитора, которые относятся к этим внешним фото-детекторам и для работы с временами очень короткими. Как видите, программа обеспечения, как мы уже говорили, очень похожа. Есть, конечно, несколько здесь дополнительных вещей. Во-первых, здесь гораздо больше детекторов. Внизу они стрелочкой показаны. У нас есть детектор проходящего света. На которой мы можем собирать изображение в проходящем свете. Можем поставить туда дифференцированно-интернационный контраст, чтобы видеть наше изображение. У нас есть теперь два детектора не сканирующих. Они только для двухфотонного режима. Еще два детектора – это вот эти лавинные фотодиоды, которые могут работать с очень маленькими количествами света. Но, к сожалению, конечно, для получения просто картинок они не очень пригодны. У них большое, так называемое, мертвое время. То есть картинка, если вы будете правильно их настраивать, и на них снимать, будет достаточно шумная. Также здесь есть панелька для работы с инфракрасным импульсным лазером для двухфотонного режима. И отдельная панелька, кроме газовых лазеров, которые у нас были на прошлом микроскопе, панелька, которая позволяет переключиться в режим так называемого белого лазера. То, что мы с вами на этом практическом занятии будем делать. Ну, и давайте прежде всего включим наши лазера. На самом деле инфракрасный лазер для работы в двухфотонном режиме. И включен белый лазер. Когда его будете включать, здесь необходимо поставить мощность порядка 70%, чтобы он дольше мог работать. Понятно, что с ростом мощности время его работы полезное будет уменьшаться. Так что здесь нужно поставить 70%, нажать Enter. Он включится. Аргоновый, геллино-ионовый лазер нам не нужны, поэтому мы их с вами не включаем. Возвращаемся обратно на вкладку правильность печенья. У нас также настроены два канала. И можем попробовать эти два канала снять, например, одновременно. Включим два длинные волны на нашем белом лазере. Можем выбрать здесь два восьми длинных волны. Как видите, можем их свободно регулировать. Как по длине волны, так и по яркости. Так, чтобы попасть в максимум возбуждения наших флорохромов. Ну и в чем основное преимущество этого белого лазера? Мы можем с вами выбрать такую длину волны, чтобы она либо максимально походила под наш флорохром по яркости, чтобы в максимум возбуждения мы попадали. И тогда нам понадобится гораздо меньшее количество света, гораздо меньше будет фототоксичность. Либо мы можем использовать возможность настройки длины волны возбуждения, для того, чтобы разделить несколько близко расположенных флорохромов, таким образом, чтобы мы могли их снимать без сильного взаимного проникновения каналов. То есть одновременно. Ну а также, возможно, другие дополнительные уже методы исследования. Давайте попробуем сейчас отснять как раз два канала. Одновременно, как видите, есть некоторое взаимное проникновение каналов. Сейчас мы будем включать лазер для первого канала, для второго. И мы сейчас можем попробовать подстроить с вами длинное возбуждение и длинное регистрацию и спускание, так, чтобы каждый канал у нас был наиболее селективным. Вот, как видите, для второго канала мы практически сделали его селективно, в первом у нас ничего не появляется. Ну и то же самое можем теперь попробовать настроить второй канал. Зеленый, чтобы в красный у нас он практически не пересвечивал. Насколько это возможно, минимизировать такое взаимное проникновение каналов. Что позволит нам, например, эти два канала, вот как сейчас, как видите, снимать одновременно с минимальным взаимным проникновением. Тем самым сокращая время сканирования. Особенно это важно, конечно, для работы с живыми объектами. В некоторых случаях мы не знаем, как нам точно подобрать эти длинные волн. И мы можем сделать сканирование. Ну, если в прошлый раз мы делали по длине волны испускания, мы вот эти шторки перед фотоумножителем передвигали, и, по сути дела, наш микроскоп превратился в микроспектрофлуориметр с фиксированной длиной волны возбуждения, теперь мы можем менять длину волны возбуждения и сделать, например, то, что называется лямбда-большое. Сканирование по длине возбуждения. Давайте оставим наши два канала точно так же. Но будем менять длину волны возбуждения и посмотрим, какие из длины волны нам окажутся наиболее подходящими для возбуждения первого-второго флорохрома. Не всегда то, что снято в виде вот этих вот графиков и находится в базах данных, подходит под ваш препарат. Длина волны будет зависеть, на самом деле, от среды, в которой заключена концентрация флорохрома. Возможно, некоторые изменения. Поэтому лучше, конечно, посмотреть сразу же на препарате. Как видите, полоска, где белый лазер сейчас будет двигаться. Мы через 10 нанометров можем пройти в длину волны и увидим, что, например, для этого канала наиболее хорошо нам подходит что-то в районе 495 нанометров. Дальше яркость начинает падать. То же самое можно сделать теперь для второго канала, для красного. И таким образом понять, какая длина волны возбуждающего света нам подходит наиболее хорошо. В некоторых же случаях нас интересует возможность подобрать и длину возбуждения, и длину волны спускания. Это достаточно редкие случаи. Если вы работаете с тканью, у которой выражена, скажем, автофлуоресценция, вы хотите от нее избавиться. Если у вас два флорохрома, очень близкие по спектрам, вам нужно как-то попробовать их все-таки развести. Либо если вы работаете с какими-то веществами или организмами, обладающими собственной автофлуоресценцией, которая может дать вам информацию, например, о самом этом организме. И тогда действительно иметь возможность получить для каждой точки вашего изображения вот такую карту, где вы сможете сказать, где лучше всего, на какой длине волны происходит возбуждение, на какой длине волны лучше всего происходит спускание. Для каждой точки изображения может позволить вам, например, ваши объекты классифицировать. И такой вариант сканирования, который мы сейчас с вами как раз настроим, будет называться уже лямбда малая, лямбда большая, x, y сканирование. Давайте попробуем для нашего препарата его сделать. Первая часть настройки аналогично лямбда сканированию, которое мы делали на прошлом занятии. Ну а в второй части мы просто с вами зададим длины волн, которые мы хотим использовать для возбуждения. Теперь обратите внимание, опять же, там, где белый лазер, у нас будет сдвигаться вот эта полосочка, которая показывает, какие длины волн. Посмотрите, здесь внизу отложены длины волн возбуждения от 470 на метров до 640. А наверху, рядом с каждой, показано именно спускание, эмиссия. Понятно, что если у нас, скажем, 470 на метров, мы можем посмотреть эмиссию на большом количестве длин волн. 480, 500, 520 и так далее. Поэтому первый столбец содержит наибольшее количество вот таких вот картиночек. Ну, естественно, чем длина волны у нас ближе к концу, тем таких картиночек получается меньше. Но обратите внимание, у нас есть такие три островка, где яркость наших клеток наиболее высока. И более того, на каждом из них у нас наши клетки выглядят немножечко по-разному. Это действительно красители различающиеся. Видите, разный набор структур у нас визуализируется. Давайте возьмем те картинки, которые наиболее сильно отличаются, наиболее яркие среди вот этих вот островков. Это, соответственно, вот наверху картиночка, да, 490 возбуждения, 515, испускание. Понятно, Alexa 488. Это 568 Alexa, которая, посмотрите, 575 лучше всего возбуждается. И порядка 600 хорошо светится. Ну и еще один краситель, который здесь был, который близок к ним обоим. Видите, 530 это возбуждение, которое можем использовать. Ну и в районе 580, 580 это испускание. То есть таким образом можем сказать, что в нашем препарате вот есть три красителя. И давайте попробуем сделать теперь общую картинку. сложить изображение и убедиться, что на самом деле действительно каждый краситель показывает нам немножечко разную информацию о наших средках. Обратите внимание на эту желтую полоску. Так как, к сожалению, я снимаю все наши практики на сотовые телефоны, то вы наверняка видели рядом с микроскопом значок запрете использования сотовых телефонов. Потому что гибридный детектор, на который мы снимаем, очень чувствительный к изменению электромагнитного поля. И вот эта полоска, которая есть, это из-за того, что рядом с микроскопом находился телефон. Поэтому если вы вдруг будете сканировать продолжительно какие-то ваши изображения на гибридных детекторах, обратите внимание, чтобы телефон у вас был либо выключен, либо находился хотя бы в пяти метрах от конфокального микроскопа, не ближе. На этом эта часть практического занятия у нас с вами завершена. Мы посмотрели на второй конфокальный микроскоп, у которого гораздо большее количество належностей, которые можно использовать для других методов. Следующее занятие у нас с вами будет посвящено тоже конфокальной микроскопии, но основанной немножечко на другом принципе сканирования, когда мы будем сканировать сразу же много точек одновременно. Так называемая конфокальная микроскопия с диском Нибкова. Она наиболее применима для быстрых процессов и для работы с живыми клетками. Ну а это практическое занятие у нас с вами завершено. Спасибо за внимание. Свидание. Удачи. 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 Удачи.